Друг другу руки Ученик науки отстает, держу веслом, через миг качалю, сердце бедное свело скорбью и печалью. Чтобы выяснить, насколько выпускник для специальности физика востребован сейчас и будет востребован через 5 лет, мы решили обсудить это с выпускниками физического факультета, профессорами, научными сотрудниками и бизнесменами. Вы знаете, мне кажется, что выпускники физического факультета и востребованы сейчас довольно интенсивно, и через 5, и через 50 лет будут точно так же востребованы в наивысшей степени. Об этом говорит весь наш предыдущий опыт. Физика сейчас продолжает оставаться очень востребованной областью, именно потому, что физики могут работать практически во всех областях естественных наук, и не только в науках, и добиваться значительных успехов. Прежде всего, конечно, выпускник по специальности физика может работать научным сотрудником в этой области, он может работать преподавателем, он может работать менеджером в компании, которая связана с научно-техническим прогрессом, ну и в конце концов он может работать вообще на любой работе, которая требует хорошей головы, сообразительности, творчества и так далее. Наука сейчас бурно развивается, в ней происходят сложнейшие процессы, она переходит от анализа, от понимания того, как устроен мир, к тому, чтобы создать его таким, чтобы он был нам наиболее удобен, и в этом смысле физики есть первые люди, которые есть дирижеры этого процесса. Физика, она как бы царица всех наук, и без ее развития вот немыслимо всего здание науки. Поэтому, конечно, физики востребованы. Востребованы как в специальные физические институты, например, ФИАН и другие институты, так и в различные прикладные фирмы, которые занимаются космическими исследованиями. А вот сейчас ожидается третья революция. Оказывается, Вселенная расширяется не по тому закону, который следует из классических, так сказать, теорий, теорий гравитации, а совсем по другому закону. И поэтому, скорее всего, во Вселенной существует новая форма материи, которая обеспечивает эти отклонения. Вселенная расширяется ускоренно с расстоянием, не с замедлением, а с ускорением расширяется. Значит, есть какая-то отталкивающая сила, которая расталкивает вещества Вселенной на больших масштабах. И эта сила, скорее всего, это сила давления вакуума. А энергия вакуума, которая обеспечивает вот это давление, она по 70% составляет от полной энергии Вселенной. То есть, оказывается, 70% энергии Вселенной – это нечто, что мы совсем не понимаем, что это такое. Это некоторая материя, которая обладает отрицательным давлением и антигравитацией. И благодаря этой антигравитации, гравитационным отталкиванию, Вселенная ускоряется на больших расстояниях. И пока это не понято. Ядерная физика – еще одно направление исследований и специальность выпускников, которые готовят отделение ядерной физики. Здесь много приложений появилось в последнее время в области ядерной физики. На отделение ядерной физики мы готовим специалиста в области физики высоких энергий. Это физика микромира. Мы изучаем строение вещества на крупнейших ускорителях. Эти ускорители находятся не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы работаем в Брукхевине, в Соединенных Штатах. Мы работаем в Церни, в Швейцарии. Мы работаем в Германии на ускорителях. Поэтому нам нужны специалисты. Сегодня можно констатировать, что физический факультет, в частности, в области научных исследований находится на подъеме. И я думаю, что в целом университеты в России становятся центрами фундаментальной науки. Что касается Московского университета, то за последние два года произошло просто беспрецедентное обновление приборной базы. Сейчас это и в мире сформулировано такое положение, что в 21 веке определяющими будут нано- и биотехнологии. Конечно, сейчас биология на коне очень прогрессивная, очень важная ветвь науки. Биология, вопрос о происхождении жизни и так далее. Она, прежде всего, достаточно модная. Я думаю, что будет развиваться. Потому что сейчас вообще к жизни, к биологии и к здравоохранению огромный интерес. Вполне закономерный вопрос встает. Хорошо ли быть физиком, студентом физфака, выпускником физфака и заниматься биофизикой. Думаю, что это очень зависит от человека. Но во всяком случае, я думаю, что подготовка физического факультета сильно помогает. Нанотехнологии уже сейчас используются исключительно широко. И, скажем, первые приложения, их реализуются и в химии, это катались, и в медицине, скажем, адресная доставка лекарств в организм человека. Вот мы, например, на нашей кафе работаем над такой проблемой, как терапия, фотодинамическая терапия онкологических заболеваний. И это тоже в нашей концепции решается с помощью нанотехнологий, наночастиц определенного типа. Мы находимся в лаборатории фемтосекундной нанофотоники. Эксперименты, которые здесь проводятся, они проводятся на современном и, я бы сказал, даже уникальном оборудовании. Таких установок фемтосекундных есть всего лишь несколько в мире. И возможность работать над такой техникой, она, конечно, позволяет молодым людям, ученым, ученикам факультета не особенно стремиться за границу, поскольку здесь они могут найти и уникальное оборудование, и вполне достойную оплату своего труда, поскольку такие исследования поддерживаются международными грантами. Хорошо работая, имея хорошие публикации, мы можем претендовать на хорошие гранты, а хорошие гранты – это уже материальная поддержка, которая позволяет молодым людям неплохо существовать. Мне кажется, что сейчас финансирование научных исследований с каждым годом увеличивается, хотя и не так сильно, как хотелось бы, но я думаю, что если такая тенденция будет продолжаться, то, в общем, в скором времени мы можем говорить о уже достойном уровне финансирования. Но сейчас все больше и больше развивается сотрудничество с различными международными фондами в области образования высоких технологий. В частности, очень хорошая степень сотрудничества есть с американскими фондами, американское оптическое общество, международное общество оптического приборостроения, ряд других обществ. И в этом смысле поддержка студентов для их развития, для приобретения связей с их коллегами за рубежом, для каких-то стажировок сейчас гораздо шире, чем несколько лет назад. Мы стараемся предоставить как можно больше объем информации о возможностях получения поддержки нашими студентами в таких фондах. Но в подавляющем большинстве других организаций, где нет таких возможностей доплачиваться ученым какие-то деньги, люди по окончании аспирантуры, защиты диссертации, как правило, уходят либо в бизнес, либо уезжают за границу. Конечно, сейчас положение очень тяжелое, и многие молодые ученые, окончающие сейчас физический факультет МГУ, и другие физические специальности в институтах, в университетах, в разных, они за ту низкую зарплату, которая существует, они не могут содержать семью. Но молодежь до, по крайней мере, вот у нас, в ГАИШе, в астрономическом институте Московского университета, молодежь старается остаться в аспирантуре, старается защитить диссертацию. То есть вот до того, когда появляется семья у человека, когда появляются дети, и когда на ту маленькую зарплату уже просто физически невозможно прожить, люди вынуждены уходить. Только поэтому. Уровень оплаты у нас в России абсолютно не достоин того уровня образования, который сейчас существует. Положение как-то меняется, но пока очень медленно. Поэтому очень велика утечка кадров, и мы теряем очень многих ребят, которые проработал года 3-4 у нас, уходят. К сожалению, многие выпускники физфака уезжают за границу, и, может быть, они там считают, что они там более востребованы. Я могу сказать, что у нас эти люди востребованы. Может быть, мы не можем там похвастаться такими же красивыми зарплатами, как на Западе, но обеспечить хороший уровень жизни сейчас уже бизнес может выпускникам физфака, которые востребованы в России. Поэтому, ну, мне кажется, что вот люди, которые поступают, допустим, на физфак или заканчивают, они должны понимать, что их будущее здесь, оно тоже имеет большие перспективы, и, может быть, даже больше, чем за границей. Что касается, например, вот той профессии, которая мне сейчас ближе всего, это информационные технологии, то здесь они очень успешно себя проявляют. День добрый. Меня зовут Андрей Пряников. Я студент физического факультета МГУ. Пятый курс как-то столкнулся вот с администрированием, то есть, ну, с IT-технологиями, и как-то вот так пошло. Меня зовут Шипулин Антон. Я тоже студент пятого курса физфака, только с астрономического отделения. То есть, можно сказать, что мы обеспечиваем техническую поддержку того оборудования, которое представляется, вернее, поставляется нашим клиентам. То есть, чтобы все работало. Меня зовут Женя Пухов. Я студент пятого курса физического факультета с кафедры радиофизики. В общем, мне очень нравится работать. Во-первых, мне нравится то, что я могу это без проблем совмещать с учебой. Во-вторых, это работа с интересными людьми, и, в общем-то, общение в кругу единомышленников. Компания Крок, если не ошибаюсь, с 2003-го, является компанией номер один на рынке IT-решений, IT-интеграторов. Одна из крупнейших компаний в России, активно развивающаяся. Насколько я знаю, примерно в полтора раза каждый год увеличивается прирост. Постоянно набирается большое количество сотрудников новых, молодых людей, перспективных. Соответственно, зарплата здесь соответствующая, карьера, шага я не хочу. Конечно, приятно работать в такой компании. Скажем так, если в первые годы работы, или в первое время работы, возможно, они не очень адаптированы именно к той профессии, которая нам нужна, то чем больше они работают, тем лучше они работают. Я думаю, что это происходит из-за того, что физическое образование, которое дает физфак, это фундаментальное образование. Поэтому люди, которые закончили физфак, они понимают какие-то фундаментальные законы. Не обязательно физики, фундаментальные законы, может быть, жизни. И это тоже имеет отношение к бизнесу. К сожалению, вот такого фундаментального образования в России становится все меньше и меньше. И вот физфак всегда был представителем таким ярким. И на самом деле, может быть, даже последний оплот вот такого образования. Поэтому люди, которые его получили, они будут востребованы всегда. Я могу сказать, что несмотря на то, что может быть их труднее адаптировать, мы в нашей компании очень любим выпускников физфака и стараемся их приглашать на работу, потому что мы знаем, что через 2-3 года это будут лучшие специалисты. В любом случае, я могу сказать, что, конечно, те, кто заканчивает физический факультет МГУ, у них есть довольно большой выбор, идти ли им больше в такие области, где они будут заниматься наукой, преподаванием. Значит, преимущество состоит в том, что, безусловно, это более творческие области, где человек может более полно реализовать себя. С другой стороны, человек, который работает в этих областях, он никогда не будет богатым. Это так во всем мире, не только у нас, даже там, где в тех, казалось бы, благополучных странах, где профессорам выплачивается нормальная тамошним меркам заработная плата, там они принадлежат среднему классу. Они принадлежат среднему классу, они не являются богатыми. Но это их устраивает, поскольку есть другие преимущества. Если человек хочет, ему больше важно для самоощущения, для самореализации какие-то материальные вещи, ну, может быть, тогда имеет смысл идти работать в компании, которые заняты инновационной деятельностью. Тут, опять-таки, рулетка, но, с другой стороны, если человек способный, то он, в действительности, может достаточно быстро заработать значительный капитал. Сам я закончил FISVAC в 1990 году. И в то время, ну, я думаю, те, кто вместе со мной окончал FISVAC, меня отлично поймет, было очень сложное. Финансирование науки в нашей стране практически прекратилось. И, на самом деле, у нашего поколения было два выбора. Это либо уезжать за границу делать науку, либо сделать бизнес в России. Вот. Ну, я выбрал второй вариант. В бизнесе нет ничего для успеха, кроме как стремления поставить высокую цель, и этой цели добиться. Вот. Я считаю, что вот FISVAC, так как это является одним из лучших факультетов МГУ, вне всякого сомнения, да, и так как он исторически вообще был таким факультетом, на который шли люди с амбициями, на которые шли люди, которые хотели добиться чего-то большого, высокого, да, то у них уже это говорит о том, что у них очень большая перспектива. То есть бизнес – это не профессия. Бизнес – это борьба. Да, цивилизованная борьба. Но бизнес – это борьба людей, которые в состоянии увидеть что-то, что находится за горизонтом, которые в состоянии стремиться к тому, что находится за горизонтом. Вот я еще раз хочу сказать, что физики, вот эти ребята, которые из школы пошли на FISVAC, вот они сделали очень правильное стратегическое решение, правильный стратегический выбор. Поэтому у них перспективы очень большие. А, кстати, если вернуться к бизнесу, то, если посмотрим опять на успешных бизнесменов, то в значительной мере успешные бизнесмены на данный момент – это все те, кто имеет естественное научное образование. В значительной мере это физики, либо математики. В меньшей мере биологи, может быть, географы, химики. И в гораздо меньшей мере это, будем говорить, экономисты. Потому что, понимаете, так сказать, вот еще раз, бизнес – это характер человека. Это способность собираться, концентрироваться, способность работать. Это умение видеть что-то, чего не видят другие. Когда человек, молодой человек, с высшим образованием, например, физика приходит в некую бизнес-контору, он должен четко понимать, что это момент выбора. Ему надо решить, все-таки он видит себя в дальнейшем как физика и ученого, или он видит себя все-таки как высокообразованного, эрудированного, но все-таки бизнесмена или топ-менеджера. Это очень важно. Здесь действительно это вопрос выбора. Надо очень четко для себя определиться, где ты. Ты либо занимаешься наукой, либо делаешь бизнес. Сейчас есть достаточно много экономистов на рынке. Сейчас на рынке достаточно много банкиров. Сейчас много-много-много-много-много-много. Поэтому, естественно, происходит такое вот потихоньку-потихоньку балансирование. Тогда этого просто не было. Тогда найти банкира, который, мог сказать, я проработал в банке два года, уже было большое достижение. Поэтому сейчас банкиров, которые, будучи банкиром по образованию, проработали в банках 10 лет, их уже, в общем, на рынке достаточно много. Поэтому сегодня тем, кто идет на физфакт, например, понятно, что им бросаться в эту среду в качестве банкиров будет уже очень тяжело. Реально тяжело. Поэтому я и сказал, что вот есть путь открытия собственного бизнеса, какого-то там технологичного, либо в какие-то смежные специальности. Хотя и в смежной специальности, понятно, что происходит потихоньку специализация. Если раньше, я не знаю, там любой физик мог, понятно, написать программу и выучить C++ на раз, два, три, то сейчас есть конкурентный факультет в лице того же ВМК или Мехмата, где все это, где к всему этому просто учат, соответственно. И конкуренция будет обостряться и дальше, и дальше, и дальше. Да, даже современный бизнес – это вид производства. И поэтому, когда человек приходит на производство, он должен быть готовым к тому, что с него будут требовать не каких-то теоретических построений, очень практических, конкретных шагов, дел и, главное, конкретная отдача от этих дел. Это, на самом деле, серьезная смена психологии, потому что, ну, академическая наука, она немножечко базируется на других принципах. Она работает более стратегично, на далекую перспективу. И, как бы, это в коем-то смысле может являться, ну, шоком, не шоком, но, по крайней мере, серьезным испытанием для молодого специалиста. Просто надо это знать. Вот. И выбор надо делать очень осознанно. Широта образования, которую дает Московский университет, в частности, физический факультет, позволяет выпускникам работать во многих направлениях, а самое главное – уметь быстро перестраиваться. Мне кажется, что люди, которые знают фундаментальные законы, которые, скажем, умеют, все время понимают, как бы, как посчитать равнодействующие каких-то сил, они востребованы везде, в том числе и в бизнесе. То есть это люди, которые умеют строить модели, люди, которые понимают, что такое цикл. Это умение строить модели и правильно описывать предметную область в неких абстрактных терминах, а потом сделать из этого правильные выводы. Это то искусство, которое дается физику, начиная с первого по последний курс. И это для физики очень важно. Возьмите микромир, его же увидеть невозможно. А они там видят, понимаете, сжигает закон. И возьмите космос, тоже увидеть невозможно. Ну так, космодавты, видят, так че это? А они сидят и видят. Понимаете, вот эта способность видения – это уникальная способность, именно характерная для физики. Поэтому я считаю, что на самом деле, вот если взять, как устроена мозг физика, я имею в виду не физиологически, как он устроен, а вот в каком устроен, какую способность мыслить, анализировать, это как раз один из лучших мозгов для бизнеса. Вас учат, первое, понимать физическую картину мира, то есть его внутреннее устройство, а не описательную наружу, как делает в основном значительная часть других областей знаний. А физика проникает в самую суть явлений и веществ. Если вы понимаете, как устроен, я не знаю, вот там, кристалл внутри, вы понимаете, как лежит каждый атом с точки до сотен вдали ангстрема, и знаете, как это сделать, можете описать, то вам, знаете, тоже есть у вас база, чтобы разобраться в социальном устройстве общества, во взаимоотношениях, понять происходящие процессы, драйвинг, форс и все и так далее. Я, например, понимаю, что такое нормальное распределение, могу всегда оценить вероятность того или другого события и, соответственно, сделать выводы. Я могу понимать, что ситуация, допустим, развивается по каким-то циклическим законам, могу представить, что когда-нибудь ситуация повторится, немножко может в другом ракурсе и так далее. Вот эти вот вещи, они являются основными, они проецируются на какие-то стороны нашей жизни и помогают принимать какие-то решения и в бизнесе, и в быту, и в любой сфере жизни. Поэтому я считаю, что это очень востребовано и полезно всегда, потому что технологии меняются, а вот понимание жизни, какая-то мудрость, которую дает именно образование фундаментальное, она остается. Да, совсем не обязательно идти в бизнес. И вообще я считаю, что быть ученым лучше, чем бизнесменом. Физик может использовать знания физики, знания научного подхода к решению любой проблемы, который хорошо знает, как провести тот или иной анализ, который понимает, как устроена природа рационально, вот как я вам говорил. Он будет точно так же работать на любом месте. Я призываю наших студентов и выпускников понимать, что где бы вы ни работали, вы все равно должны во всей полноте использовать полученные знания и добиваться очень хороших результатов. Тем самым вы, так сказать, рекламируете свой факультет с самой лучшей стороны. Поэтому я советую буквально всем нашим учреждениям брать к себе физиков, если они туда пойдут. А физикам я советую прежде всего идти, конечно, в науку и в образование. Спасибо. И вот встаю, значит, держу веслом, через ней качаю Сердце бедное цело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте дух иногда Поживо студента. Казахстан, под lessеневаются по всей выставке, ved на сбоку и в образование... n Редактор субтитров А.Семкин